МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым успешным становится именно семейный бизнес. 20 лет Ольга Георгиева проработала на трикотажном комбинате, начинала приемщицей, потом выучилась на технолога и попала в цех машинной вышивки. Там поняла, именно эта работа привлекает ее больше всего. Это очень интересно, то, что это красиво, то, что мне это очень нравилось. Оттуда, конечно, все пошло. Идея создать что-то свое и заниматься именно... Ну, не только заниматься, опыт, опыт. Если бы этого опыта не было, может быть, я бы и не занималась бы этим. А вот идею организовать собственный бизнес Ольге подсказал супруг Андрей. Долго уговаривал, приводя веские аргументы. Идея была, что этот вид деятельности у нас в Курске не развит, а на рынке выживает, занимается такими интересными... То есть надо предлагать что-то эксклюзивное, тогда ты выживешь на рынке. Поначалу Ольга все же сомневалась, стоит ли открывать свое дело. Как у многих начинающих предпринимателей, опасений было немало. Вдруг что-то не получится, вдруг клиентов найти не удастся. На семейном совете решили, Ольга занимается вопросами организации работы и процессом производства, а супруг отвечает за сбыт продукции. Хорошим подспорьем на начальном этапе стала государственная поддержка. Ольга узнала об открытии городского бизнес-инкубатора, где начинающим предпринимателям предоставляются «Льготные условия аренды помещений». Так и появился семейный бизнес. Я узнала, какие условия, надо написать бизнес-план. Вот это все я прошла. И мне выделили помещение. Мы уже здесь третий год, почти уже скоро три года. И скоро будем уже отсюда съезжать. Позже супруги обратились за субсидией на развитие своего небольшого производства. Собрали необходимые документы, выиграли конкурс и получили финансовую помощь. Я тоже показала свои затраты. И мне 300 тысяч субсидий от государства очень пришлось кстати, потому что я, естественно, я их вернула и тут же в производство и потратила. Скажем так, конечно, эта сумма такая для начала, приличная, и она дает какую-то опору и уверенность в дальнейшей работе. За три года работы Георгии вы приняли участие в различных программах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Представляли свою продукцию на многочисленных выставках. Андрей ездил на курсы повышения квалификации. Часть затрат на обучение погасила область. Результат финансовой поддержки и упорного труда налицо. Сегодня бизнес семьи Георгиевых успешно развивается. Ольга освоила все тонкости искусства вышивания. Это только на первый взгляд кажется, что работает здесь машина. Чтобы получить красивый и качественный продукт, требуется трудоемкий подготовительный процесс. Вышить – это уже второй этап, и он, скажем так, машина, то, что ты там создал, то она тебе и воспроизведет. Конечно, результат увидишь здесь, когда прощешь образец. Сегодня небольшое предприятие Ольги Георгиевой готово предложить своим клиентам широкий спектр услуг. Здесь вышивают картины, фотографии, флаги, спецзнаки и логотипы для силовых структур и охранных агентств. Очень хорошее направление – это у нас индивидуальные заказы, индивидуальная – это сувенирная группа, это, может быть, подарочные какие-то варианты с надписями, именные, полотенца, ну, что можно подарить? Есть постельное белье, фото-вышивка. А это концертные костюмы – настоящее произведение искусства. Такая работа требует особого внимания и опыта. Совсем скоро у супругов заканчивается срок льготной аренды в бизнес-инкубаторе, а значит, подходит время отправиться в самостоятельное плавание. Однако теперь Ольгу и Андрея это не пугает. Уже все, уже как рыба в воде, мы уже привыкли. На ноги мы стали. Опыт громаднейший, наработано очень много, заказчиков очень много, поэтому будем развиваться, планы грандиозные, будем развиваться дальше. Планы намечены и даже сделаны первые шаги для их реализации. Андрей Георгиев, бывший коммерческий директор семейной компании, сейчас ушел из бизнеса. Супруга шутит, уволила. Теперь временно безработный. На самом деле Андрей готовится открыть собственное предприятие. Мы хотим немножечко расширить свою сферу деятельности. Мы хотим маленькое производство по пошиву открыть и закупить еще интересное оборудование, которое, опять же, в Курске никто не использует. Это лазерная машина. Она дает много возможностей. Главная задача – реализовать эти возможности на практике. Здесь помогут уверенность в своих силах, наличие стартового капитала и поддержка семьи и государства. Супругам Георгиевым успешно развить свой бизнес помог опыт, накопленный за годы работы в других организациях. Но сегодня многие молодые люди еще со студенческой скамьи мечтают открыть свое дело. Государство готово их поддержать. Курская область заключила соглашение с фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Теперь молодые ученые региона могут получить гранты на разработку своих инновационных проектов. Курские инноваторы представили проекты по пяти направлениям информационной и биотехнологии, современные материалы, новые приборы, медицина будущего. Темы самые разные от обработки ран до создания роботов. Из 22 проектов молодых ученых Курска жюри выбрало 7. В течение двух лет они будут финансироваться из федерального бюджета. Второй топ-старт, этот старт уже предназначен для организации малых инновационных предприятий. И при участии в этом конкурсе победители получат возможность финансирования до 6 миллионов рублей. Это уже готовые малые инновационные предприятия, созданные в качестве юридических лиц. Таким образом, проекты – это не наука ради науки, а конкретные предложения, которые можно и нужно воплотить в жизнь. Федеральные кураторы отметили, что выбрали больше победителей, чем рассчитывали, и пришли к выводу, что курская молодежь проявляет к науке повышенный интерес. Стали известны и имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель-2012». Успешный старт, социально-ответственный, студенческий, инновационный бизнес, а также вклад в развитие молодежного предпринимательства. Жюри оценило бизнес-проекты в пяти номинациях. Критериев несколько. Один из самых главных – это предпринимательский дух, то есть то, как человек шел к успеху, насколько трудным был его путь. Финансовые показатели очень важны при оценке бизнеса. То есть цель любого бизнеса – это зарабатывание денег, очевидно. Победители регионального этапа будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в декабре этого года. А область продолжит финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Субсидии предприниматели могут получить по нескольким направлениям – на открытие бизнеса, на обучение, на участие в ярмарках, на модернизацию. Однако важно подтвердить состоятельность своего проекта и следовать букве закона. Именно поэтому для претендентов на господдержку регулярно проводятся семинары. Александра Вебер только подала документы на получение субсидий. Пять месяцев назад она открыла бассейн для самых маленьких. Господдержка поможет развить бизнес. Проходит по стране очень много интересных семинаров, обучающих, куда с удовольствием можно отправлять тренеров. Это нужно, это важно, это полезно. Есть чисто технические бытовые проблемы, которые тоже нужно решать. Подготовка к зиме, где-то какой-то ремонт. Всегда у каждого предпринимателя есть вопросы, для решения которых 300 тысяч – это прекрасная сумма. На ближайшем заседании конкурсной комиссии рассмотрят 20 проектов, а пока для всех претендентов обучающий семинар. Это как курсы повышения квалификации. Здесь рассказывают о нововведениях в законодательстве и обязательствах каждого бизнесмена. Основная цель таких семинаров – повысить эффективность государственных вложений в развитие предпринимательства. Здесь же можно задать вопросы специалистам. У начинающих предпринимателей их обычно немало. А еще такие семинары помогают предпринимателям подготовиться к общению с конкурсной комиссией. У каждого предпринимателя свой секрет успеха. Универсальной схемы успешного развития бизнеса не существует. Однако на первоначальном этапе многие предприниматели допускают одни и те же ошибки. Куда и к кому обратиться за помощью? Какая поддержка доступна курянам? Об этом в программе «Свое дело». Редактор субтитров А.Семкин